всем привет вы на канале семья багдасарян в этом видео оля расскажет про свою рассаду у нас 29 марта 2022 год вот оля покажет что у нас тут происходит ты по датам лучше говори 2 и туда-сюда сейчас 29 марта ты когда рассаду посадила сейчас подожди между делом пока ты рассказывай а за окном метель метет белая красавица короче жесть у нас творится за окном а оле здесь лето ты когда начала первый день твои посадки но здесь разные посадки здесь например у меня есть горшочные помидоры нет посадила 23 февраля также 23 февраля были посажены поэтапно покажи вот это 23 февраля сейчас 29 марта это горшочные низкорослые помидорки вот уже достаточно большие помидорки а все остальное вот эти помидоры я сажала по очереди чё есть это помидора 15 марта были 16 марта посажено все помидоры да это тоже 16 физалис вот перец получается вот этот вот здесь был 23 посажены но вот эта линия февраля да вот а вот эта вот линия у меня не взошла потому что окна были холодные и вот это вот стояла там близко и вот этот ряд не взошел и я уже 16 марта еще 1 перца до населом дальше вот эти вот баклажаны я прям вот недавно где-то наверное 20 марта а вот там что такое вот эти а это у меня мандарина вот это мандарин это у меня физалис тоже 15 марта посажен 15 16 у меня день рождения были вот на следующий день я посадила также я еще досадила перцы тоже 16 марта то есть эти 23 февраля а вот эти 16 марта вот это 23 февраля 16 марта тут уже ну да скоро перцы будут на это у меня это что это такое для чего это просто красивые цветочки если получится из семян дома или ты на улицу улица это это вот помидоры которые ты купил вкусную я семечки которые узбекские мы тут помидоры покупаем привозят узбекские очень сладкие оля взяла вот эти семечки из помидорки достала и посадил они тоже были посажены в марте и вот эти вот вот это это помидоры что то листики не похожи то это высокоросло это петунья пару штук которые вылезли вообще из из трех пачек вот всего лишь это уже мои бархатцы цветы можно будет их рассаживать внизу я попробовала посадить дыню вот это дыня растет и вот тут еще два горшка дыни и вот это тоже дыню а там тоже это что это и семечки тыквы тоже ты покупал там уже семечки проросшие были я решила попробовать тыкву и дыню а там тоже цветочки 3 цветочка в принципе рассады не так уж и много потому что мы в теплицо обычно больше засадили я думаю в принципе это хватит ну помидоров хватит помидоров также как в тот раз я даже не этот не знаю куда сажать их а так кажется мало как будто так сейчас вот оля раньше вот это все дело растила на подоконнике ставила везде вот в этом году оля увидела вот такие штуки продаются они в леруа мерлен стоит что там 2000 каждая на 1000 и 1900 как раз таки да ну короче 2000 вот это одна штука конструкция вот хорошая конструкция с сеткой вот так же сверху такой полиэтиленовые закрывается застежки чтобы внутри было тепло свой микроклимат короче создается особенно когда вот так вот дверь открывается иногда у нас вот эта штука очень хорошо помогает но ее нужно мне будет скоро убрать потому что начинать помидоры вытягиваются и света не хватает когда они подтянутся это значит свет не хватает нужно это все убрать и чтобы им уже больше солнечного света попадало но дверь открывать нельзя мы их наоборот ставили вот здесь чтобы здесь ходить можно было спокойно вот эти растения начали в ту сторону прям к солнцу прям изгибаться оля сюда их повернула они чуть-чуть выпрямились напрямую вот солнце попадает вот и в этом году получается оля это все дело вот уместила вот в эти две штуки если даже еще больше можно сделать можно еще такую купить можно даже выше купить вот хороший нет мне вообще ну очень нравится компактно все в одном месте а так я ходила на двух этажах все это поливало у миланы на подоконнике у меня то есть вот две комнаты там заняты были потом еще где лестница спускаемся там район также вот этот подоконник все подоконники несколько месяцев в этих штуках не очень то прикольно это красиво смотрится дома все так заставлено нагружено так что недорогие штуки можете тоже себе купить поставить и потому что когда только все это начинается вот мужикам в особенности вся эта тема на нервы действует вот это в рассады на подоконниках пока как бы мы въедем в то что это в итоге помидоры это когда они уже большие можно поставить как большие растения вот эти вот штуки хорошо нам потому что у нас окна в школах а если вот допустим а это из-за света такая история а в темноте они подальше от света не буду до или подальше от окна как-то ставить это тоже как-то на середине будет ну или это какая-то веранда или что-то там кстати продавали вот фиолетовый цвет а нам это уже писали типа чего вы лампы то не купили так что вот такая вот конструкция очень удобно по поводу земля химикаты мы покупаем землю вот как раз тут все видят нам нравится вот такая вот фиолетовая террорито живая земля мне вот это больше нравится чем вот эта вот консистенция химия воля не добавляет да я ничего не добавляю кроме нашей воды которую из скважины идет холодной прям могу водой поливать без разницы все равно все растет одинаково в этот раз кстати я не проращивала помидоры вот в этих тряпочках потому что такая запара там нужно корень вытаскивать он обламывается из вот этого ватного диска я сразу вот так вот сеяла то есть я вообще не парилась и единственное что я проращиваю это когда крупные косточки вот тогда можно ватные диски там корень толстый его можно спокойно достать и посадить мелкие такие вот в этот диск мне не нравится замачивать так а поливаешь чем ты я в основном вот такой штукой опрыскиваю еще прикольно что в этой штуке там вот этот влажный микроклимат держится да но это на первое время потом когда уже растение совсем большие уже нужно снимать вот эту штуку и поливать уже ну как бы вот так вот чтобы уже корень вот это вот это просто ну хотя бы очень удобно вот такие вот мелкие вот так вот поливать чтобы их не сливать прикольная штука такая закрывали там такой влажный климат им все хорошо потом когда уберу буду уже поливать получается из чайничка насчет химии хотела сказать то что я не знаю что в этой земле наверное что-то там все-таки есть какие-то штучки добавлено ну что то есть да а может и нету не к тому что отдельно мы химикаты не покупаем для роста растений всякие вот эти растерин бимусы шмимусы какие-то не знаю я об этом не разбираюсь и не пытались разбираться разбираться и деньги на это все тратить это вот так что если растет зачем мне еще что-то делать Оля всегда выращивает в общем-то все отлично растет без всяких там вот этих вот добавок вот здесь может быть что-то конечно где то есть ну хотя бы да если даже так есть тогда вообще зачем еще лишнее что-то добавлять это уже точно не надо вот торф верховой рад так потом биогумус что такое биогумус не подлежит государственной регистрации что-то что-то не знаю что такое намывной песок здесь есть агро перлит мука известковая доломитовая комплексное минеральное удобрение марка к мус один вот потом магний серно-кислый марка б и калий серно-кислый цветов а здесь что написано так а здесь тоже торф биогумус песок агро перлит мука также тоже самое калий одно и то же детскую лопаточку я люблю играть в песочек хочу сказать то что железные лопатки вот эти все там 600 900 рублей стоят вот чтобы вот это все рассаживать по несколько тысяч даже есть эти лопаточки ну да очень дорогие и вот все как там ложкой неудобно там все дела я вот набор вот таких лопаток там наверное лопаток 7 было там они по размеру больше меньше взяла за 90 рублей что нам это вот классик короче посмотрите у ваших детей в игрушках там есть лопаточки отличные вот это у меня первый вариант был но в детский магазин мы не успели попасть и там рядом висели вот эти кондитерские лопаточки здесь вот мерная ложка видишь это типа как для муки для этих круп вот это вот мерная ложка здесь все написано там много таких лопаточек в наборе и вот 90 рублей и мне очень удобно тут земля мягкая это она так-то гнется вот если с твердой землей на улице понятно что него неудобно вот именно для этой земли я вот так вот держу пальцем вот мне вот так вот удобно то есть она не гнется у меня это ничего и не острая потому что там мы смотрели в магазине еще лопатки специализированные такие металлические они очень заостренные там прям можно на войну идти это заостренное это когда на улицу высаживать ломку делать это удобно будет в такую же землю там острой лопаткой а именно вот для такой рассады когда нужно накладывать столовую ложку это полдня будешь сидеть накладывать а вот этой лопаткой все за пять секций как часто ты поливаешь это все дело кто ни разу не сталкивался с рассадой как рано надо начинать сколько времени длится вот это домашняя процесс вот это пока ты научу не вынесешь уже я начинаю с 23 февраля и пересаживаю я где-то 10 мая когда уже все заморозки ушли 10 мая все высаживать получается март-апрель до два месяца в конце грубо два месяца точно это дома выращивается в общем это вы должны начать у нас в россии мы живем в башкирии пригород города уфы здесь какая у нас климатическая зона 4 до 4 климатическая зона у нас минус 26 минус 28 вот бывает зимой весна у нас наступает ну вот как вы видите сейчас конец марта вот на днях будет 1 апреля и на улице у нас вьюга зима только началась и когда вот будет у нас более менее тепло это в конце апреля кажется можно все высадить и огородники могут высадить и потом там 4 5 6 попасть заморозки утром там какие-то вот эти вот и все и все умирает сразу лучше чуть-чуть еще подождать 10 мая уже высадить и уже нормально все расти будет ну в общем весна у нас получается это больше май до начала мая это у нас прям начало весны вот до этого у нас могут быть вьюги мороз вдруг откуда не возьмись появится так что если кто-то хочет заняться вот этим делом рассчитываете на два с половиной месяца это все должно вот так вот быть нужно полить и еще я закрываю вот такой тонкой пленкой прям вот хорошо покрываю вот именно такой пленкой не пакетиками вот эти пакетики которые хлеба мне они не понравились почему-то вот именно вот эта пленка который она максимально тоненькая и жар не создает наверно что-то такое да не жарко не холодно это упаковочные вот эти пакеты в том тоненький трулов продают тогда все быстро начинает сразу сходить и вот мама тоже закрывала пакетами очень долго ждала темными еще пакетами больших таких много сажает попробуйте светлый этот когда быстрее всходит и на самом деле когда прозрачная оля это выращивает уже какой-то сезон 3 2 сезон ты уже так делала за вот эти два сезона к чего-то новому пришла ну что ты неправильно делала ошибки такие явные ошибки которые ты сама себя исправила я вот то что эти первый сезон помидоры на мальчике потом на дисках там корень где-то быстро пророс нужно было вот это все мелочь вытаскивать каждую штучку такая запара просто вот посадила и вообще в этом году не парюсь потом также я себя исправила вот так вот сеять в одну кучу а потом это все рассаживать это тоже не очень удобно например если семечковые помидоры также вот многие так делают для меня нет вот отдельно посадила и больше я не трогаю эти помидоры вот это естественно когда цветы там очень мелкие там каждый горшок не получится так высеять это уже понятно вот таким способом сажаешь а если конкретно видишь какие семечки лучше сразу в отдельные стаканчики посадить и потом не пикировать вот это вот не заниматься вот этой пикировкой то есть вот эти вот цветы не надо будет пикировку делать пересаживать в отдельные стаканчики что еще что-нибудь все остальное также да ну вот еще я сажала 23 всю рассаду сразу все помидоры там ну как бы и высокорослая и низкорослая в этом году для себя сделал так что 23 я низкорослые сажаю чтобы они не перерастали то есть они низкорослые медленно постепенно растут высокорослые уже 16 марта чтобы они не тянулись очень быстро ну и вот сколько оля растит у нас в огороде все это дело превращается в реально отличные качественные эти помидоры в теплице я имею ввиду что нету там такого что погибают потом у нас помидоры они какие-то типа дохлые там вот эти растения прям явно мощные такие сочные растительность прям растут и все отлично вырастает вот как было задумано единственное я еще не разобралась это с огурцами кто-то говорит нужно дома посадить потом высадите раньше огурцы будут но я не понимаю насколько это раньше там на две недели например я могу две недели без огурцов пожить и не париться дома не ворачивать огурцы ставить палки чтобы они плеветь по ним и потом насаживать и потом они многие у меня погибли я так делала мы вообще семечкой сажали даже даже успели выросли все они как-то быстро взошли быстро выросли ну то есть я не поняла вообще раньше позже огурцы появились у меня но мне неохота париться с огурцами у них еще и листья большие их надо постоянно много поливать я лучше семечка сразу в теплицу посаду все можете посмотреть наше видео на канале у нас есть там даже отдельный плейлист по саду все что оля вот это выращивала какие рассады как мы сажаем эту рассаду какой у нас результат по овощам все можете посмотреть что не так что могут только первый раз это делаем его тут сейчас бла 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 мы красавчики посмотрите теплицу и воля в этой теплицы в джунглях но экспериментируем короче первый год столько посадили что там взрыв просто в этой теплицы из растений но сейчас оля уже планировку делает планируют уже не может сюда я отдаляюсь ты приближаешься до оля уже делает планировку в теплице уже выращивают растения типа где должны быть помидоры где огурцы а до этого мы просто все подряд короче планировка это не просто так вот в голове у меня есть листочек где я начертила и я там по дугам как цепицы построена там туда что нужно посадить у меня прям подсчет сколько штук вот в этом году у меня все должно быть четко ну вот короче каждый год меняется что оля меняет вот как бы подход права правильной посадки вот что где должно расти это планировку меня не смотрю там кого-то и не копирую как у кого-то а делать так как мне удобно так как мне кажется правильнее будет посадить вот в этом году посмотрим в этом году у меня четкая планировка первый раз давай сюда вот давай столько давай еще а вот рядом еще а давай может еще туда и перца и может и морковку и вообще все туда посадим сразу просто вот давай все семинар рассыпем теплицы а потом будешь потом все так выросло что более ну где что зачем непонятно это болезнь новичков всех потому что нету понимания в итога как это все в чем вырастет и ты думаешь что семена то все маленькие ну и сюда сюда и сюда и сюда а потом еще чуть-чуть сверху на всякие пожарные об это же все в итоге вырастает так что с этим будьте будьте аккуратны все пишите вопросики если есть по этой теме это отдельно уже у ли расскажет